Всем привет! В данном видео я вам расскажу, как правильно обновлять наши клавиатуры на примере клавиатуры K02. Но также это будет видео актуально и для клавиатуры Remnant. Итак, прежде чем мы обновим нашу клавиатуру на новую прошивку, нам необходимо сохранить нашу раскладку, все наши настройки в программе Vial. Итак, как вы видите, моя раскладка уже сильно отличается от заводской. Соответственно, как мы сохраняем? Все очень просто. Переходим во вкладку File, делаем Save Current Layout. Называем как угодно, абсолютно не важно. Сохраняем. Итак, все, мы сохранили, теперь можно перейти к прошивке. Собственно, как найти саму прошивку, где ее искать, где мы ее выкладываем, как ее найти. Первый, самый простой способ, это быть подписанным на наш Telegram канал, куда мы выкладываем всегда новости, когда выходит новая прошивка. Второй способ, найти ее самостоятельно. И это делается тоже очень легко, сейчас я вам покажу как. Переходим на наш сайт, на русскую версию. Листаем самый низ, так называемый подвал. Заходим в документацию. Выбираем инструкцию для вашей клавиатуры. Какая у вас она. Допустим, на примере K02. Все, мы зашли. Получается, листаем самый низ, где написано прошивка клавиатуры, UF2 файлы и исходный код. Нам, получается, нужен не исходный код, а именно UF2 файлы. И они всегда находятся у нас в репозитории. Это постоянная ссылка. Вы всегда на нее можете перейти и найти всегда все наши прошивки и все наши исходные коды. Для всех клавиатур. Так, но нам нужен в данный момент именно UF2 файл. Поэтому нажимаем вот сюда, где написано firmware file K02. Бац, мы открыли. И здесь все наши последние релизы прошивок именно на K02 и Remnant. Так, вот здесь мы скачиваем, собственно, сам файл. Нажимаем. Все, он скачался. Все, переходим к самому файлу непосредственно. Вот он у меня скачался. Ну, куда вы его скачаете, там он у вас и будет, собственно. Просто его копируем. Так, и теперь что мы делаем? Мы переводим прошивку, клавиатуру в режим бутлоудера. Как это сделать? На примере Viola. То есть, у вас будет вот здесь кнопка Reset Viola. Для каждой половинки она своя специально сделана. В случае того, если вы хотите прошить клавиатуру без соединения между друг другом. То есть, между соединительным кабелем, если у вас ничего не будет, то есть, самого кабеля не будет, то можно прошить их по отдельности тоже. Это очень удобно в случае, если у вас там какая-то будет неполадка, какая-то половинка, что-то с ней пойдет не так. Вторую можно будет без проблем прошить самостоятельно. И так, то есть, на левой половинке у нас кнопка Reset. Это получается вторая крайняя слева, снизу. Ну, то есть, грубо говоря, Q или что здесь? Таб. По-моему, Таб. Да, Таб. Так, и на правой половинке она у нас самая крайняя, правая-верхняя. Вот. Что ж, приступаем тогда к прошивке. Соответственно, я нажимаю на клавиатуре кнопку Reset. Виал отключается. Выходит у меня на Linux Mount. Скорее всего, на Windows автоматически оно будет загружаться. Ну, все, я нажимаю Mount and Open. Все, я попадаю, собственно, в память контроллера и просто вставляю сюда файл, который я только что скопировал. Именно с прошивкой. Собственно, и все. Все, левая половинка прошита, готова к работе. Сейчас мы то же самое сделаем с правой половинкой. Ну, и в целом, всегда лучше прошивать сразу две половинки, потому что, возможно, если мы что-то там поменяем в плане подсветки, допустим, какую-то функцию новую добавим, обязательно надо прошивать обе половинки. Одну половинку можно прошить и вторую не прошивать. Только в случае, если какие-то мелкие изменения будут, например, на левой половинке только будет изменена раскладка, допустим, нами. Все, значит, если раскладка поменяется, вы прошуете только левую половинку, правую можно не перепрошивать. Также раскладка на ней тоже сама автоматически поменяется. Так, ну, в данном случае мы прошьем обе половинки, чтобы вы понимали, как это делается. Соответственно, переставляем USB кабель в правую половинку и переводим ее также в режим bootloader. Так, появилась. Так, не то нажал. Еще раз. Mount and open. Все, она у меня есть. Давайте я вам покажу, как еще можно сделать. Ну, просто ее перетащив сюда. Все, клавиатура прошита, готова к работе. Все. Теперь что мы делаем? Теперь мы возвращаем нашу предыдущую раскладку, все настройки, как были. Как вы видите, все тут сбросилось до базовой версии. Соответственно, что мы делаем? Мы нажимаем опять File, Load, Save, Layout и выбираем наш сохраненный файлик. Бац, все возвращается, как было. Все ваши макросы, TapDance и прочие настройки переносятся. Все, можно пользоваться клавиатурой, как раньше пользовались. Но, но, но. Мы сейчас переставили, получается, шнур USB в правую половинку. А значит, работает память именно контроллера, который на правой половинке. Если вы хотите переставить, чтобы у вас USB был в левой половинке, допустим, если мы его переставим, тут нужно будет опять загрузить этот файл сохраненной раскладки обратно в память левого контроллера. То есть, память левого контроллера и память правого контроллера, они, грубо говоря, не зависят от друг друга. То есть, давайте считать так. В какой половинке у вас вставлен USB кабель, та у вас главная. Та памяти используется. То есть, в случае, если вы поменяете местами USB кабель, то будет другая память используется. И, соответственно, придется заново закинуть этот файлик, чтобы у вас также на этом файлике были настройки. Соответственно, в случае, если вы захотите поменять местами USB кабель, также мы сохраняем наш Current Layout с левой половинки. И, допустим, перекидываем ее на правую. Так, и последнее, что я хотел вам рассказать. Небольшая есть мисконцепция у нас в комьюнити. То, что нужно отключать TRS кабель при прошивке клавиатуры. Это не так. TRS кабель можно оставить в покое, не трогать его вообще. И спокойно перепрошивать клавиатуру. Так, ну, в принципе, все. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете по этому видео. Может, я что-то пропустил, что-то вы хотели бы еще узнать. Ну, в общем, на сегодня все.